Инспектор ДПС, старший лейтенант полиции Боков. Сегодня у нас проходит Всемирный день памяти жертв ДТП. К вам, дети, обращение, прочитайте. Я думаю, чтобы вы соблюдали в дальнейшем ПДД, берегли себя и своих близких родственников. Всемирный день памяти жертв ДТП, начиная с 2005 года, отмечается каждое третье воскресенье ноября. Это международное событие призвано привлечь внимание всех людей планеты к печальному факту. Во всем мире в результате дорожно-транспортных происшествий ежедневно погибает более 3000 человек. И около 100 тысяч получают серьезные травмы. Большая часть из погибших и пострадавших молодежь. Всемирный день памяти жертв ДТП организуется с целью привлечь внимание общественности к гигантским масштабам смертности и травматизма на дорогах. В очередной раз обратиться к участникам дорожного движения с призывом о необходимости взаимного уважения, соблюдения правил дорожного движения и повышения водительской культуры. Учащиеся среднеобщеобразовательной школы номер 10 совместно с инспекторами ГИБДД провели в этот день акцию. Ребята подготовили письма обращения к водителям. В своих письмах маленькие участники дорожного движения обращались с просьбой к водителям уважать пешеходов, быть внимательными на дороге, пользоваться ремнями безопасности и детскими удерживающими устройствами, не нарушать ПДД. Каждое из этих трогательных обращений нашло своего адресата. Вы находите там жертвами ДТП, соблюдайте правила дорожного движения. Спасибо. Водители с пониманием относятся к таким акциям. Спасибо. Будем соблюдать ПДД. Ездить аккуратно, не нарушать. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году травматизм в результате дорожных аварий может стать третьей основной причиной гибели и увечий. Среди основных причин ДТП – превышение скорости, употребление алкоголя, отсутствие программ технического осмотра транспортных средств и устройств, обеспечивающих безопасность водителей и пассажиров. Жизнь, она дороже всего на свете. Особенно жизнь пешеходов и жизнь своих близких. То есть водитель, когда садится за руль автомашины и везет пассажиров, он отвечает за всех пассажиров. То есть и должен соблюдать правила дорожного движения. Также он должен соблюдать этику вождения. То есть в некоторых случаях можно и уступить дорогу. В некоторых случаях, где чувствуешь, что ты прав, а машина выезжает неправильно, лучше уступить, притормозить и не создать аварийную ситуацию. Также я хочу обратиться к жителям города, чтобы переходили дорогу в установленном месте, на пешеходных переходах, не перебегали дорогу. Потому что сейчас погодные условия такие, что гололед на улице. Не всегда машина может резко остановиться из-за погодных условий. Олеся Пылева, Владимир Кузьмин. Новости.